Праздник у вас, дорогие наши братья и сёстры, ну, ещё немножко с вами книгу почитаем. Книга про нас, про нашу с вами жизнь. Десятая заповедь закона Божия, закона Моисеева. Те заповеди, которые люди получили давным-давно на Синае, и пользуясь которыми мы, в общем-то, можем оставаться людьми. Звучит она так. Не пожелай жены искреннего твоего, не пожелай дому ближнего твоего, ни сила его, ни раба его, ни рабыни его, ни вала его, ни осла его, ни всякого скота его, ни всего, и лика суть ближнего твоего. Ну, нам, людям современным, сюда можно добавить очень много чего. Да, смысл, он, в общем-то, в одном заключается. Десятой заповедью закона Божия нам запрещаются порочные чувства, мысли и желания. Запрещается останавливаться на них, удерживать их в себе, развивать, услаждаться ими. Какие эти мысли? Это желания сладострастные, корыстолюбивые, самолюбивые, горделивые, своекорыстные и плотоугодные. Все мы обуреваемые потоком этих желаний. Ну, наверное, вот особенно четко видно состояние, ну, духа человека в отношении вот именно вот этой заповеди. То есть есть у тебя вера в Бога или нет? Доверяешь ты Богу или не доверяешь? Потому что, по сути, всякая зависть, она основывается на недовольстве тем, что у тебя есть. Человеку не нравится его жизнь, не нравится то, что у него есть. Он совершенно не рад этому. Человеку кажется, что где-то лучше, у кого-то лучше, с кем-то лучше. А вот он будто обездолен, он чего-то не имеет, он, соответственно, от этого страдает. В чем ошибка? Когда все мы в этот момент, согрешая таким образом, забываем очень простую вещь. Человек, о тебе печется сам Бог, Творец всего на свете. Ты важен для Него. Ты сам по себе не стоишь ничего. И действительно так и есть. Что стоит наша жизнь? Что мы имеем? Что у нас есть того, чего бы мы не получили, и чего нельзя было бы у нас отнять? Ничего совсем. Но тем не менее, почему-то для Бога мы очень ценны. То, что Бог становится человеком, Он не ангелом становится. Знаете, не каким-то там дельфином или еще кем-нибудь. Нет, Он придет к людям, становится одним из нас. Показывает тем, что люди, вы близки мне, вы нужны мне. Вот и вера говорит о том, что жизнь, человек, твоя, она у Бога на ладонях буквально. Он заботится о тебе, Он любит тебя, Он бережет тебя. И все, что нужно тебе для твоей вечности, Он дает тебе. Вот как раз вот нехватка веры, нехватка именно живого чувства Бога и толкает человека вот к нарушению вот этого всего. Здесь Господь именно нам и дает как бы некие границы этой заповеди. Показывает, что ориентируйся на них. Смотри, задавай себе вопрос, что со мной? Доволен ли я? Счастливый ли я в этой жизни? Все ли то, что у меня есть, вот я радуюсь этому? Или мне белый свет не мил? Знаете, как сказал да один замечательный батюшка-проведник, утром соловьи поют, и а то они тебе мешают. Тебе все не так, все не так. Ну, вернемся к тексту. Мы грешны, Господи, против этой заповеди, недовольством своей участью, и впадаем в грех зависти. Кайтесь, кто завидует богатству, счастью, здоровью, способностям и красоте и успехам ближних наших. Господи, прости нас, грешных. Тут что говорить, все болеем этим так или иначе, вот правда. Обернемся вокруг себя, что мы видим? Постоянное недовольство, недовольство постоянно, то тем, то этим. Дети малые недовольны, вот до чего дошло человечество. Маленькие дети ропщут. Не радовался ли кто несчастью другого? Проверьте себя, не злорадствовали ли вы, особенно, когда недруг ваш попадал в беду. Вот есть ведь такое вот. Кто-то не нравится тебе как человек, что-то с ним случается, ну и прямо аж тепло внутри человеку становится. Думаешь, вот так, вот так тебе и надо. Как вот хорошо, что с тобой что-то такое произошло. А что это такое? Это ведь действительно, опять же, это желание зла человеку. Получается, опять ты не понимаешь смысл жизни совершенно. Желали ли особенно битчикам вашим болезни или смерти? Господи, мы грешны в этом, прости нас. Не досадуете ли видя других в счастье, когда, по-вашему, не должны уже были бы погибнуть совсем? Вот тоже вот зададим себе вопрос. Бывают вот такие настроения? Может быть, не четкие мысли, что прямо вот так вот хочется думать о человеке, а именно вот некое настроение такое мысленное, что не нравится человеку, что-то с ним вот хорошо приключается, нам плохо от этого. Что как так? Почему так? Почему у него так, а у меня не так? За что это ему такое? Помните в Священном Писании ситуации, когда Господь пришел в свой родной город Назарет? Как его встретили люди, которые его знали из детства? В итоге выгнали его. Сказали, кто он такой вообще? С чего вдруг у него такие силы, такая вот власть? Кто он такой? Что он лучше нас, что ли? Разве может человек в таком состоянии признать во Христе Бога? Конечно же и нет. Он все закрыл свое сердце для всего, для истины закрыто сердце. Вот тоже вот, да, вот может нарушение этой западе прийти к такому некому слеплению. Видеть человек в жизни вообще понятия не может. Все ему кажется, все не так. Корень всех греховных мыслей, желаний, действий с горькими последствиями есть самолюбие, превратное стремление нашего духа от бесконечного к конечному, удаление от Бога в себя. По превратному направлению трех главных сил души, ума, воли и сердца, ищущих себе удовлетворения в области чувственной жизни, вместо обращения к Богу самолюбие наше проявляется. Первое – в мечтательном многоведении. Второе – в самовозношении или гордости. Третье – в своей корысти и плот и угодии. И отсюда происходят все греховные цели, желания, слова и дела. Вот, ну, да как тут нам это проще, может быть, понять? То есть, да, вот гордыня наша, проблема нашего ума, гордость наша вот в таких вещах видит. Человек мечтает о многом знании, мечтает о том, что вот он может все сам там понять, постигнуть, разобрать. Несомненно, Господь дал нам этот мир и дал ведь заповедь, что мы должны заботиться об этом мире. Помните заповедь, которая в раю еще была дана? Хранить и возделывать рай. Казалось бы, что может быть лучше рая, правда же? Тем менее здесь мы видим, что, оказывается, человек может сделать мир Божий еще лучше, украшать его, приводить. Общаться и говорят, к обожению этот мир приводить. Да, действительно, такое есть. Но когда человек сам по себе начинает мынить об этом, что я сам со всем справлюсь, сам, что мы сами можем, что у нас о жизни, еще раз скажем, чего оно стоит. Даже в пределах времени какого-то. Прожил человек определенное количество мгновений, мгновений, которые удержать невозможно. Вот представим себе песочные часы. Да, вот как песчинки пролетают. Это наша жизнь. Вот ты можешь смотреть и видеть, как уходит твоя жизнь. Знаешь, что быстрее уходит? Потому что каждый полет песчинки можно разделить на какие-то там отрезки времени. Вот они уходят, уходят, мы не замечаем. Вот смотришь на часы, вот кажется, стрелки как-то медленно идут, по которой побольше, да, вот секундно, смотришь, как-то быстрее вот она бежит. Ведь это уходит жизнь твоя человека. Пройдет это количество секунд, этих мгновений, и твоя жизнь, она закончится. О каком величии ты вот сам о себе думаешь? Да, вот отсюда и рождается это второе, самовозношение или гордость. Человек в мечтании своей, он желает себя возносить, желает считать о себе, что я-то нечто, я что-то особенное. Понимаете, вот здесь вот тоже, рассуждая об этом, никогда нельзя сходить в какую-то крайность. Потому что задача, да, вот правильного отношения к жизни, это не загнобить человека, да, не загнать его в угол, и вот ничтожество, да, еще что-то нет, ничего подобного. Значить надо будет привести человека к истинному величию, истинному, в Боге, когда человек становится Богом. Вот оно, что может быть выше. Но чтобы прийти к этому, да, человеку нужно уйти от гордыни, уйти от этой ложной мысли о своем каком-то, о своей какой-то особенности. Да, мы драгоценны пред Богом, вот, но когда мы Бога теряем, то в итоге никакой драгоценности нет. Да, в своей корысти и плод угоден. Ну, понятно, что гордыня ищет угождение себе. То есть мы в гордыне пребываем, постоянно ищем удовольствие для себя, удовлетворение своих желаний, там, еще что-то. Вот спроси человека, вот что тебе хочется? Он скажет, хочу, чтобы все было по-моему. Ну, вот по большому счету. Так вот спроси. Хочу, чтобы было так, как мне надо. Вы знаете, какое счастье, что у нас такого не бывает очень часто. Представьте на минутку, что было бы, да, если бы все было бы по-нашему. Вот человек вот по твоему желанию, знаете, поймал, как Емеля, да, вот щуку. Говорит, по щучьему велению пойму хотенью. Хочу. А дальше давайте попробуем подумать, а чего я хочу? Ну, сначала думаешь, ну, как я сразу захочу-то мир по всей земле. Правда же. Там не знаешь, что всем было хорошо, что всем было замечательно. Да у меня эта щука, она, которую я поймал, это будет прямо вот такая золотая рыбка, и вот у меня будет только все замечательно. А сейчас давайте представим ситуацию. Кто-то вас оскорбил внезапно. Реакция человека какая? Оправдываться, обижаться вслед. Правда же. А то вот, как мы только что читали, пожелать человеку вреда. А представьте, если бы твой желание не исполнилось. Наступили тебе на ногу в автобусе, ты говоришь, что бы тебя разорвало? Человека бах, не разорвало. К чему приведет, да, вот это такое всемогущество человека? Ну, страшно сказать, правда. История нам показывает пример, когда человек, ну, доходит до власти определенной, там, политической, да, какой-то. Как часто человек превращается в диктатора, да, в тирана. Как часто он решает, кому жить и кому не жить. Что вот этот вот народ, он особенный и истинный, а те народы, они не имеют права на существование. Вот там 20 век очень хорошо показал целую такую череду вот этих вот всяких конфликтов военных, за которыми очень часто стоит вот эта идея превосходства кого-то над кем-то другим. Ну, и 21 начался, по сути, по той же самой программе. Как бы дальше развивается вот это. То есть вот видим, да, то есть вот вроде есть власть какая-то, надо ее каким образом решать? Не то чтобы, ну, представьте, вот у кого-то власти много, богатства много, там еще что-то. Он решил проблемы всего человечества, что не стало голодных, да не стало обездоленных, да все стало прекрасно. Где такое? Такого нет. Правда же. В чем проявляется в современном мире да, вот эта вот власть и свобода политическая? Это наращивание какой-то мощи, да, такой военной. А потом дальнейший шаг, всем надо об этом сказать и доказать, что мы особенные. Это неважно, по какую сторону там океана в государстве находится. В принципе, не тот же, мы болеем все одними и теми же болезнями. Так что как оно замечательно, что наши желания выполняются далеко-далеко не все. Господи, прости нас, все мы самолюбцы, все мы рапутники, недовольные своей участью. Мы завидуем сознательно и бессознательно всему, что видим и узнаем. Все нам надо, и еда, и одежда, и дом, и чужая обстановка, все, что служит для комфорта в жизни, что видим в чужих домах и магазинах. Если я увидел, то уже желаю это и для себя. В современное время оно особенно такое, на это дело болезненное, что ли. Может быть, в нашей стране это так. Может быть, как-то мы... Сейчас, правда, вспомните, лет 30 назад состояние магазинов. И сейчас. Есть же разница, правда же? Вот как-то вот так вот оно. Сейчас и это пропагандируется, и, в общем-то, и называется тем, что вот оно, вот так бы это здорово и замечательно. Это и здорово и замечательно на самом деле. Проблема, опять же, у человека в душе его. Что хочу, хочу всего, хочу сразу, хочу быстро, хочу много, хочу постоянно, чтобы это обновлялось. Мне уже не интересно то, что там, не знаю, купил позавчера, мне вышла новинка «Хочу еще». Хочу, 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 хочу. Прости нас, Господи. И даже какую-то обиду мы чувствуем, если этого у нас нет. Готовы жаловаться на жизнь свою, на свое несчастье, как мы это называем. Вот правда же, чего-то нет, и человек действительно вот всем готов рассказывать, как он глубоко несчастен, потому что чего-то у него нет. Расстраивались так, что доводили себя до болезни, и все это из-за зависти. Бывает вот такое? Так человеку завидно, аж кушать не может. Расстройство не наступает. Стыдно и больно, Господи, теперь это даже вспоминать. Мы услаждаемся внутренними мысленными прелюбодеяниями, взирая нечистым взором и завистью на жену или мужа ближнего своего. Господи, прости нас, грешных. В завершении всего этого, только что перечисленные греховных помыслов, желаний, чувств, мы даже их и даже за грехи порой не считаем. Вот так же человек вот так вот может относиться к этому. Я же, мол, ничего же не сделал, мало ли, что там захотел, да, там пожелал. Кому вроде от этого плохо? Вроде, ну, поуслаждался в душе, да, чего-то там помечтал, и поэтому и не кается человек, и тем самым готовит участь свою, к душу свою, к вечной погибели. Тоже может подумать, а почему вечная погибель-то, в чем проблема, да, что теперь человеку делать? Как бы, почему к нему такое может отношение? Надо понимать, что гибель до спасения, она зависит не от того, что Бог как-то гневается, да, на человека, или как-то вот его как-то особо милы. Дело не в этом. Мы сами себя формируем, сами себя. И сейчас мы же можем понять, что во мне больше, да чего меньше, какая у меня жизнь, какая у меня будет вечность. Что если действительно в этой жизни я приучил себя к постоянному недовольству, что думаете, если меня в Царство Божие перевести, я буду доволен этим? Адам с Евой, чего им не хватало? Вот правда. Ну чего, чего не было-то там? Жили вечно, правда же? Не болели, не скорбели, не голодно им было, не холодно им было. Все им было очень здорово, услаждало их все. Вот. Не уставали, даже спать не хотели. Все было прекрасно. Чего им не хватало? Почему? Позавидовали Богу. Они, представляете, никому-то не Богу позавидовали. Ну ладно, там дьявол, дай им это все так завернул, но позавидовали-то они. Что это Бог, он Бог, а мы тут, понимаешь, вроде как бы и не Боги. Мы тоже хотим быть таким. И все. И все закончилось. Так вот и здесь, человек, если ты в этой жизни привык быть недовольным, привык завидовать, если ты не можешь радоваться тому, что у тебя есть, ты просто этого не видишь, отсюда и не ценишь. Если ты не доверяешь Богу, ну какая вещь, ну что там, какой союз любви с Богом у тебя может быть? Если Бог для тебя противник в этом, ты не веришь ему, он враг для тебя. Ты подозреваешь в том, что он тебя чего-то лишил. Вот представляете, вот зависть может довести человека вот до такого прямого противоборства самим Создателем. А что это как не погибель души? То есть еще раз говорим, да гибель – это не то, что тебя наказали, вот как-то так вот, взяли и наказали. Нет. Ты сам себя таким сделал. И вот пока не поздно, человек, успевай, успевай меняться, успевай становиться другим. Учись быть благодарным. Потому что эта заповедь, она говорит как раз о благодарности ведь еще. И лечится зависть, но только благодарность. Учись быть благодарным. Учи детействию, говори спасибо. И сам говори спасибо. Благодарность – это не какая-то высокая духовная жизнь, какие-то состояния, что ли, какие-то созерцательные. Нет. Это быть благодарным людям, ближним, Богу, за то, что у тебя есть. Ну вот. Помоги нам, Господи, в этом во всем деле. Всех нас с вами я еще раз поздравляю с днем воскресном. Всех завтра ждем в 8 утра на молебен, а потом будем литургию служить божественной. Субтитры подогнал «Симон»